История Национального музея История Национального музея Сегодня гость нашей студии Аслан Суциев Аслан Аркадьевич, здравствуйте Добрый день, взаимно, спасибо Реконструкцию музея ждали давно, когда она началась И когда все-таки стало возможным с мертвой точки сдвинуть этот вопрос, который не решался десятилетиями Ой, это такая, на самом деле, долгая, печальная история И один раз были выделены средства И было начато такое грандиозное строительство Эти деньги закончились И потом такой долгострой в центре города Когда-то, если вы помните, там портал начинал свою деятельность Оттуда с этой стройки незаконченной музейной Ну и буквально уже где-то, наверное, году в 2018-м снова началась активная работа По строительству нового здания По реставрации старого особняка Хадиковского, где располагалась прежняя экспозиция Вот, и сегодня достаточно быстро это все было осуществлено При такой, как сказать, постоянной и поддержке, и в то же время контроле Тогдашнего руководства республики во главе с Вячеславом Зелимханчем Который и лично неоднократно посещал И таймуразов Санч Тускаев Тогда возглавлял правительство Нынешний председатель парламента Неоднократно на этой стройке бывал Контролировали ход строительства Ну и, в общем-то, вот уже в сентябре 2020-го года Как раз сейчас, вот, 4 года уже как музей открыт 9 сентября, если не ошибаюсь В 2020 году, после масштабной реконструкции, музей открылся Открытие национального музея после масштабной реконструкции Стало значимым событием в культурной жизни республики Все ждали этот музей И вот я долго проработал в музее До того, как ушел деканом на исторический факультет Потом в Министерство по вопросам национальных отношений От очень многих людей слышал Все знали, что я долгое время работал в музее Ну, сколько мы наших туристов будем по ресторанам водить Ну, неудивим мы ни москвичей, ни питерцев Хорошими ресторанами у нас и нет таких, какие есть в столицах И вообще нужно что-то другое показывать Чем-то другим удивлять И, конечно, вот это касается не только туристов В первую очередь нас самих, жителей республики, жителей Владикавказа Зная, какая у нас богатая история И какие богатые фонды У нас старейший музей на Северном Кавказе Поэтому, конечно, все ждали этого открытия И знали, что там сейчас будет современная экспозиция И современное музейное оборудование И очень интересные решения интерьера, дизайнерские Поэтому, конечно, очень много людей пришло на открытие Вот, и хорошее было такое С классической музыкой Достойно Как и подобает, наверное, музею Мне кажется, что ни одна туристическая поездка Не обходится без посещения национального музея Какова динамика посещения? Сколько людей посетило вас в прошлом году И с начала этого года? Конечно, посещаемость растет Как и в целом натурпоток в республику растет И можно сказать, что музей Практически все наши крупные туроператоры Обязательно включают в программу пребывания своих гостей Скажем, там, Яндекс.Картах И вот во всех этих современных сервисах Наш музей тоже везде есть В прошлом году около 100 тысяч посетило музей Перевалили мы за 100 тысяч В этом году за 8 месяцев уже около 120 тысяч Ну вот сейчас летний месяц и много Сейчас, конечно, будет какой-то такой спад Как правило, бывает осенью Вот в октябре, в ноябре Потом в новом году опять Количество туристов увеличивается То есть мы так как бы За этим очень следим Приятно, что Абсолютное большинство Отзывов Такие доброжелательные И много и восхищенных отзывов И многие говорят, что совершенно не ожидали Где-то вот в провинции Если так можно сказать В глубинке увидеть такой богатый экспонатами В первую очередь И современный музей, как наш национальный музей Сегодня национальный музей Знаковый объект для республики Для культуры Северного Кавказа И мне особенно, наверное, приятно было В вашем музее увидеть Известных в стране специалистов из Эрмитажа Коллеги Вот на днях действительно были Коллеги из Эрмитажа Юрий Юрьевич Петровский Он много раз бывал в Осетии И не так давно был Вот в прошлом году Когда мы проводили Дни Эрмитажа В республике Он читал лекции Был здесь Тогда и Михаил Борисович Директор Эрмитажа приезжал Вот Коллеги, конечно, приезжают Коллеги бывают Мы стараемся Вместе с другими Федеральными крупными музеями Какие-то проекты реализовывать Вот сейчас у нас идет выставка Посвященная Юрию Сергеевичу Кучиеву Нашему знаменитому арктическому капитану Ему в этом году 105 лет исполнилось бы И у нас там очень интересный Совместный проект Турисфедеральный музей Музей Мирового океана В Петербурге есть филиал Этого музея Ледокол Красин Которым когда-то командовал Юрий Сергеевич Кучиев И вот у нас сейчас такая совместная выставка Несколько выставочных проектов Мы сделали тоже с Большим федеральным музеем Усадьба Абрамцева Ну и так далее, и так далее То есть нас знают Достаточно хорошо в стране Наши коллеги знают И они у нас бывают И это очень приятно Аслан Аркадьевич, сегодня Национальный музей стал в своем роде Уникальной площадкой для реализации Масштабных и важных выставочных проектов В этом году нашему музею по федеральной программе Культура России Там есть такое направление Как оснащение техническое Музеев и государственных И муниципальных музеев И мы заказали оборудование Часть уже оборудования у нас находится И здесь мы решили сделать акцент Вот наш головной музей Он такой красивый, современный Его все знают Но у нас ведь большое объединение У нас 12 филиалов по всей республике От Моздока до Нара В общем мы приобретаем И интерактивное оборудование И новые витрины И световое оборудование И значительная часть того Что мы приобретаем в этом году Предназначена для оснащения Как раз наших филиалов Мы хотим В Плиевском музее Надо все старые витрины Все надо менять И музей астинской литературы Ремонт закончил А нового оборудования там нет И так далее И так далее Поэтому конечно Это очень важно Это очень хорошо Потому что Я понимаю У республики Не хватает средств Для того чтобы Вот такое большое Музейное хозяйство Содержать Но это не дешевое удовольствие Насколько я знаю Это и хранилище Витрины сейчас стоят Очень дорого Оборудование Световое стоит Очень дорого Но тем не менее Конечно хочется Чтобы мы наши Все филиалы В районах республики Подняли до такого уровня На котором сегодня Находится наш головной музей Музей наш Я уже говорил Что он Старейший на Северном Кавказе Музею 131 год В марте Исполнилась И коллекции Конечно начали формироваться Многие еще тогда И активно музей Пополнялся И в советские годы Поэтому Ну если округлять совсем То порядка 250 тысяч Единиц хранения В нашем музее Вот И из них Экспонируется Ну две с половиной тысячи Наверное вот так 10 процентов От того Что есть у нас В фондах И конечно Постоянно ведется Работа И по обновлению Экспозиции Что-то мы дополняем Что-то мы меняем Немножко Я имею ввиду Постоянные экспозиции В музее И конечно Мы делаем Какие-то Временные выставки Какие-то Ну специальным событиям Посвященные Каким-то памятным датам Каким-то Известным Персонажам И вот на этих Таких временных Выставках Мы стараемся Показать то Что есть у нас В фондах В прошлом году Мы Сделали Такую Интересную Выставку На проспекте Мира На улице Это такое Сейчас Очень модное Направление В современной Музейной работе Это называется Open Air Когда Какие-то Музейные предметы Хорошо Качественно Фотографируют Эти фотографии Где-то Размещаются На каком-то Открытом Пространстве И вот мы Придумали Такую Выставку К юбилею К 130-летию Музея Бесценные Крупицы Истории Мы Сфотографировали Разные Предметы Из разных Коллекций Ну Там Предметы Археологии Там У нас Есть Деревянная Ступка Которая Бытовала В семье Имама Шамиля С серебряной Табличкой И вот Как бы В постоянной Экспозиции Для нее Ну никак Нет места Мы не знаем Куда Но Вот На какую-то Временную Выставку Да Печатная Машинка Михаила Анасича Булгакова Его чернильный Прибор Какие-то Предметы Очень интересные Советский Фарфор 20-х 30-х Годов И вот Мы такие Разные Предметы Из разных Коллекций Отфотографировали И сделали Вот такую Выставку Чтобы показать Что у нас Есть разного Интересного Вот Вот Поэтому В общем У нас Действительно Богатый Музей Я имею Ввиду По количеству И по качеству Единиц Хранения Ну Одно Дело Когда мы Говорим О богатой Интересной Истории Одно Дело Когда Можно Это Увидеть Живьем И к этой Дальше В памяти Остается Все на месте Проверяют Нас Регулярно Проверяли И пока Не было Постоянной Экспозиции Вот И Конечно Спасибо И Нынешним Работникам У нас Есть сотрудники Которые 50 лет Отдали Такой Вот Любимой Работе Профессиональной Деятельности По 40 лет У нас Есть люди Кто работает И молодежи Кстати Много Нужно Сказать Что Вот После того Как Мы Открыли Вот Сейчас Новый Музей Очень Много Желающих У вас Так Красиво Я бы Хотел У вас Работать Вот Такого Я раньше Не помню Хотя Я С 91 Года В музее Хотят Потому Что Красиво Потому Что Это Современное Очередение Культуры Вот И Конечно Нужно Сказать Спасибо И Предшествующим Поколениям Музейщиков Которые Это Все Собирали Берегли Ну Надеюсь Что мы Тоже Сможем Все Это Не только Сохранить Но и Приумножать И передавать Нашим Будущим Коллегам Молодым Музейщикам Какое Будущее Видите Для Нац Музея Ой Много Конечно Каких-то Планов У нас Но Тут Пожеланий Наверное Все-таки Хочется Больше Внимания К музею Потому Что Вот Не хочется Углубляться В проблемы Но проблем Тоже Очень Много Без них Никуда Проблем Очень Много Музея Транспорта Нет Своего И Куда-то Даже Поехать Или Перевести Элементарно Витрины Там Или еще Какое-то Оборудование Из одного Музея В другой Мы вынуждены Или у Коллег Просить Этот транспорт Или грузовой Такси Нанимать И Таких Я могу Очень Много Каких-то Текущих Проблем Перечислить Вот Поэтому Хочется Наверное Все-таки Больше Внимания Ну Каждому Хочется Больше Внимания Я не Говорю Сейчас Хочется Больше Денег Как-то В этом Смысле Музей Какую-то Часть Содержания Берет На себя Из Тех Средств Небюджетных Которые Мы Получаем От Аренды Помещений От Продажи Билетов Часть Конечно Наших Расходов Мы Покрываем Но Тем Не Менее Хочется Чтобы Внимание К нам Не ослабевало И мы Тоже Будем Тогда Стараться Аслан Аркадьевич Я благодарю Вас За то Что Нашли Время И пришли Сегодня К нам В студию До новых встреч Спасибо Вам Людмила Вам Тоже Успехов Спасибо